Делать домашнее суфле, муссы и мороженое всегда интересно. В летние периоды в сезон ягод можно экспериментировать. Например, черничное суфле на маскарпоне – отличная альтернатива мороженому. Такое черничное суфле на маскарпоне станет отличной альтернативой мороженому. Лакомство любят не только дети, но и взрослые. Особенно летом суфле в виде мороженого смакует лучше всего. Взбейте ингредиенты и поставьте массу в морозильную камеру. После чего подавайте с ягодами, фруктами, кокосовой стружкой или джемом в холодном виде. Досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. 1. Для начала нужно взбить желтки с сахаром, чтобы получилась пышная светлая масса. Вместо сахара можно взять сахарную пудру или мелкокристаллический сахар. Маскарпоне нужно размять вилкой и ввести во взбитую массу. Все тщательно перемешиваем. При желании можно добавить столовую ложку рома, на любителя. 2. Чернику следует тщательно вымыть и отправить в чашу блендера. Если у вас есть замороженная ягода, от этот десерт можно готовить в любое время года. Измельчаем в блендере ягоду. 3. Отправляем измельченную чернику к взбитому суфле. Тщательно начинаем перемешивать. 4. Я люблю подавать черничное суфле на маскарпоне в виде мороженого. А для этого взбитую массу нужно убрать в морозильную камеру на 1 час. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. 5. Оформить можно по своему усмотрению. Украсить ягодами, листочками мяты или яркими контрастными фруктами. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Такие продукты будут нужны. Яичный желток, 2 штуки. Сахар, 60 грамм. Маскарпоне, 250 грамм. Молоко, 50 грамм. Черника, 250 грамм. Количество порций, 3-4. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Заходите в гости.